Команда воспользовалась Рокетменом, чтобы промчаться по водам Аквалагуна и прибыть на Эниес-Лобби Остров Закона. Эниес-Лобби. Это зрелище я никогда не забуду. Но теперь я не одна. А что это значит? Это воспоминания, которые ты не можешь забыть? Да, похоже на то. Ясно. Их решимость защищать своих друзей, даже если весь мир будет против них. Это породило в ней веру в дружбу и мужество, чтобы продолжать жить. Погнали. Как? Что произошло? Эй, Луфи! Эгей, Луфи! Башня Закона. Ладно, я этого не ожидала. Я, я, я жива. Я, я уж думал, мне конец. Кажется, охраны больше, чем в прошлый раз. Правда? Впрочем, это не важно. Все равно мы всех вынесем. Тоже верно. Пошли. Да. Цель достигнута. Так, какая? Добраться до Закона? Доберитесь до Эниес Лобби. Так, еще одно видео. Часто будут видео. Так, Water 7, часть 4. Видеофрагмент сюжета Water 7, часть 4. Записи с прошлого Water 7. Время от экскурса в прошлое Робин до объявления войны мировым правительством. То есть там World Goft. Goft значит правительство. Так, смотрим. Я просто хочу умереть. Робин отказывается от помощи Луфи. Потом она вспоминает о вызове Петти. Вызов Петти – это когда 10 боевых линкоров собираются вместе и уничтожают все на своем пути. Даже если в момент атаки там, куда она нацелена, есть мирные жители, этот беспощадный военный маневр не прекратится, пока цель не будет полностью уничтожена. Ученые Ахары, обетованные с земли археологов, где родилась Робин, изучали древние письмена, признанные опасными мировым правительством, и были уничтожены вызовом Петти. Чудо, что Робину удалось выжить. За ее голову была назначена награда только из-за того, что она умела читать Панеглифы. Она никому не доверяла, но за время путешествий с пиратами Соломиной Шляпы наконец-то нашла место, где могла чувствовать себя в безопасности. Она не хотела, чтобы ее друзья стали врагами организации, в которой состоят более 170 государств. Хотя Робин просила оставить ее в покое, Луфи приказал королю снайперов стрелять по флагу мирового правительства. Скажи, что ты хочешь жить! И Робин, наконец, отвечает на крик к Луфи. Я хочу жить! Заберите меня с собой! Ее ответ — жить. Робин не осмеливалась на это надеяться, но чувства Луфи проникли в ее сердце. Так, хорошо, здесь, в принципе, без спойлеров, здесь действительно показали историю. Хорошо. Теперь бегает с нами. Ну, потихоньку узнаем, кто как, кому, переконнектировался. Электрический гребешок. Так, надо сохраниться. Обязательно. Так, это мы заберем. Фрагмент куба усопа. Так, ну короче, усопа уже 8 или 9 фрагментов можно набрали. Очередная типичная опрометчивая атака. Неужели не было лучшего пути? Я думал, что тоже умру. У меня и в мыслях не было, что этот кусок железа взлетит в небо. Дайте знать, если кто-нибудь пострадает. Я вас подлатаю. И кает. Отлично. Начинаем у веселения. Откуда у них столько энергии? Лампы. Так, а замок здоровый. Высокий. Это получается флаг правительства. 5 кружков. Данные на то, что у них вызов 5, поэтому 5 кругов. Так, это мы активируем. Хотя потом нам, скорее всего, тоже все эти активируют. Когда мы полностью закончим, нам напишут, что все активированы. Как это было с Алабастой. Но рисковать не будем, мы будем сами тоже их активировать. Так, куда надо идти? Здесь, наверное, прохода нет. Значит, идем направо. Так, здрасте. Вот то-то. Ты нас прям сожвешь? А, нас не пускают вперед. Ясно. Нас просто туда не пускают. Я подумал, как-то умереть. В режиме реального времени. Так нельзя. Так, стекло. А мы же там стекло разбили. Мы не под водой, получается, да? Какие-то кирпичи. По идее, это летающие должен быть какой-то остров или что-то. Везде пушки эти. Так, ну сражаться нам надо, поэтому нападаем. Это, получается, у нас SR-9. Время разогрева. Так, а это кто? Синяя горилла новичок. А, агент из Энис Гобби. Так, ну ладно. В любом случае делаем молнию. У них еще и слабость. Ну, у этой. У гориллы и у кого-то. Синяя горилла. Так, ну опыта не очень много дают. Дают, денег много дают. Цель достигнута. А, нанесите 8500 урона одной атакой. Я даже не видел. Улучшенный шар истощения плюс. Берем. Так, следующий. Нанесите 14000 урона одной атакой. Улучшенный облезлый шар плюс. Так, а мы нанесли 10700. Ну, это, по-моему, нами нанесла. Хорошо. Так, новая цель, которую только что посмотрели. Какой-то плащ прикольный. Тут крутой, наверное. Офицер Дозора. Посмотрим, силен ли он. Ну, единственный выжил. Ну, по-моему, там вообще чуть-чуть осталось. Да нет, в принципе. Нормальный. Так, тонизирующее яблоко. Уп-офицера Дозора. Это потом мы почитаем, я так понимаю, уже обратно, когда домой вернемся. Там, где этот... Аид. Аид же его по-моему зовут. Так, здоровый. Ну, с этим и хорошо она справляется. У них есть уязвимость к молниям. Поэтому это хорошо по ним бьет молнии. Вот, на 10.054 нанесло. Очень хорошо. Так, а этот будет добивать. Так, здесь по-любому где-то на реке есть золото. Там тысяча врагов. Вот вам и эннес лобби. Нет, вроде золота нет. Так, с этим подеремся. Со спины. Блин, почему вы вообще на этой стороне? Командир Уик. Огнемет бесполезен, если они зайдут с тыла. Что нам делать, Луфи? Уничтожим эту штуку. Ага, давайте ее снесем. Не подходите ко мне. Все сюда. Огнемет. Нет, защищайте меня. Битва. Но это вам не поможет. Вообще отлично со всеми справляется. 38-й. 33-й. Так, все, упал. Ствол упал. Мы все равно можем здесь пройти. Здесь что-то еще было. Сражаться с ними в любом случае нужно. Так, первая цель достигнута. Оден Ганзу получаем. Корона, хп, плюс 350. Ну, в принципе, нам это не нужно, но... Но цель нужно выполнить. 38-й. Так, может здесь что-нибудь по углам. Так, здесь у нас эти. Йойса. Что? В Эниэс Лобби тоже есть Йойса? Даже двое. Суп из бронзовая летучая мышь. Добро пожаловать. Много отличных товаров. Особая лавка путешествия... Путешествие Йойса. Берите все, что нужно. Так, а если к тому подойти? Мусорную. Много блесешек, много мусора, смотри. А, это у меня сани разные, что ли? А, этот продает еду. Нет, не еду. Сразу блюда готовы. Не больше девяти. Девяти, девяти, не больше девяти. Так, ну в принципе, что нам надо? Что бы нам надо? Всем союзникам. Так, ну одну возьмем. Так, три тысячи хп одному. Пускай будет. Все возьмем. Так, триста ТР одному. Тоже можно все взять. В принципе, я больше пока не планирую покупать. Хотя надо у этого было сначала посмотреть, что у меня там продается. Так, триста ТР всем союзникам. Надо это покупать. А, ну здесь, здесь ТР каждый ход. Мне лучше триста ТР всем союзникам. Так, снижает от... А, это у нас шары. Но это у нас есть. Эти нам не нужны. Гатс, конечно, можно купить. Вдруг пригодится. Вот это тоже, в принципе, можно купить. Ладно, пока так. Так, тебе можно, в принципе, продать шары. И всякие, да? Это слишком долго будет. Нет, ничего, мы не будем продавать. Так, что у тебя? Ожерелье до эйса. Миллион. Хп 2 200. Здесь в основном все на хп продается. Главной убор с Пандама. 220 тысяч. Гатс 266. Солнечные очки Джабуры. 220. Атака 597. Вот это, в принципе, хорошо, если ее вкачать. Если сюда еще 600 попадет. Пока, наверное, брать не будем. 4 ячейки. Пока не будем. Блокнот Калифа. Хп 741. Так, ожерелье. Ожерелье. Атака 154. Я надеялся, что здесь уже будет 301. Но нет. Так, эти нам не нужны. Ладно, ничего не покупаем. Продавать тоже нечего. Так, с тем сражаться? Надо сюда сходить. Ой, тупик. Ладно, давайте поворачивать назад. А, мы бы там не могли пройти, что ли? Так, так. Видишь, у пиратам удалось добраться сюда. Комодор Гейдж. Но этот огнемет должен перекрыть путь. То есть, как мне говорили. Это правда? Я откуда знаю? От кого ты это слышал? Хм, в любом случае, я вам не позволю его уничтожить. Мне придется наказать вас во имя правосудия. Ничего не имеете против, ребятки? Да, делать, что хотите. Но мы все равно победим. Очень хорошо. Тогда вам придется сразиться с элитными агентами Эниэс Лобби. Вы уверены, что вас это не пугает? Да хватит уже у нас спрашивать. Такой неуверенный в себе дозорный. Либо просто пытается нас слабо взять. Так, ну он-то как раз-таки и выжил. Даже сейчас у него кровотечение должно пойти. В принципе, не успеется. Куб Комодора Гейджа. Сила Комодора Гейджа. Силу посмотрим. Да, теперь мы пройдем. Ладно, давайте обойдем и двинемся дальше. Так, сила. Где она, где она, где она? Сила Комодора Гейджа. ХП 715. 4. Квадрат. Не годится. Так, а перепрыгнуть нельзя просто? То есть, в принципе, сюда в любом случае нужно было идти, потому что мы бы там не прошли. Ну, я пошел просто чисто. Посмотреть локацию. Так, с тобой надо сражаться. Я так понимаю, они обновились прям все, что ли? Нет, нам надо 20 боев. У нас башня закона 1F. Значит, будет еще 2F. 3 не вариант, но не факт. Да, я помню, Final Fantasy там было. Что-то первый уровень, второй, третий, четвертый, потом восьмой какой-то, девятый уровень. Какой-то там башня была. Здесь вроде ниже второго мы особо не опускались, не поднимались. Так, 157. Ей постоянно ТП дают. Сейчас мы потратили. 87. 87. Вот опять 157. Все почему-то возвращают ТП. Как раз-таки на молнию. Это, конечно, хорошо. Сейчас она что-то ТП восстановили еще больше. Так, ну надо, надо, надо бить. Так, бонусный экспи, надеюсь, дадут много. Хотя, конечно же, не факт. Так, 7300. Надо по одному бить. Телячий выстрел. Так, сколько мы уже победили? Просто, чтобы потом... Хотя, в принципе, они нас не догонят. Я надеюсь. Так, изготовьте шары и ловушки, но нам пока не изготовить. Победите. Роботы берись до первого причалового моста, второго. Так, 12 боев. Ну, еще два. Не, вот так, когда они сразу все умирают, очень хорошо. Ну, если там один останется, ничего страшного. Когда остаются все, они потом ходят постоянно. Это уже через чур. Вот, к данному моменту игры я бы уже, наверное, ускорение поставил на... Сейчас идет Х2, скорее всего. Я бы уже поставил на Х3. Так, там тоже получается особо не пройти, да? В прошлый раз Санджи рухнул прямо сюда, совершенно чистенький. Это было очень неожиданно. В каком смысле чистенький? Одна из врагов была любительницей дьявольских плодов. Она использовала мыльные пузыри, чтобы смыть силу Санджи. Знаю тебя, не сомневаюсь, что ты с ней вообще не игрался. Говори, что хочешь, но я никогда не ударю женщину. Так, мы туда никогда не доберемся. Вообще-то вы можете просто перепрыгнуть. Это же просто мешки. Просто перепрыгиваешь и идешь дальше. Но нет. Так, это какой-то серьезный. Даже не двигается. 60 тысяч. Необычный агент. Так, ну здесь немного осталось. Так, теперь... Может здесь что-нибудь спрятано? Нет. Да что ж такое? Раньше их столько не было. Но пока ничего страшного. Пока что они нам нужны. Более с этими лучше сражаться, чем с агентами. И как это вы сюда попали? Эти негодяи из Эниэс Лобби не должны были вас пропускать. Но факт остается фактом. Мы здесь. Хорошо, давайте уничтожим эту огнеплюйную пушку. Ни за что. Вам пиратам нельзя... Ничего нельзя тут делать. Ну, видимо, можно. Ну, видимо, можно. Так, и эту отключили. А, теперь мы здесь будем спокойно. Вот здесь можно пройти. Там, где нам не нужно, там можно пройти. У него, походу, реально минимальный 157 идёт. Каким-то образом. Хотя это очень странно, потому что здесь у неё вроде ничего не написано. Так, дисплей, не тот, не тот. Так, а как тут дисплей запустить? Вспомни, да. Через снаряжение, по-моему. Да, первоначально показывает ТП 0. Восстановление 0. Всё по нулям. Но при этом её всегда восстановляется до 157. Не знаю, почему. Ура! Сокровище! Супы с бронзовой летучей мыши. Я даже не знаю, лечить-то там вообще не надо, кого-то не надо. Не, вроде у всех здоровья. Со здоровьем у всех хорошо всё. Так, так, так. Кто у нас первый, тот ходит. Попробуй справиться или лучше? Лучше, наверное, тобой. Я, в принципе, у них у всех сейчас примерно урон плюс-минус одинаковый. Так, повара. О, мясо, круто. Что это за место? Кладовая. И к пиратам, пожалуйста, не убивайте. Не будем. Это чисто для сохранения, видимо, сделано. Значит, сейчас будет босс. Возможно. Хотя бы мы, в принципе, находимся только на... Как он? Первом уровне. Так, куклуфи. Сейчас мы заглянем, нас, наверное, закроют, да? Раньше в этом холодильнике была кола. Кола? Я вижу только мясо. Хорошо, тогда давайте его есть. У нас нет на это времени. Нужно как можно скорее найти усопые Фрэнки. Так, то есть в его воспоминаниях здесь не было кола. Вообще яйца какие-то. Для него здесь было только мясо. Так, мы собрали пять штук. Не пять, а три. А повысить нам нечего. Ну и ладно. Какая-то дверь. А, эта кнопка ничего не поменяла. Она не работает, если лампочка горит красной. А, это лифт. И стрелочки вниз. Правда, очень засвещены. Если как-то вот так посмотреть. Короче, видно, да, что это стрелочки вниз. Ладно, стрелочки вниз, короче. Потом на лифте мы сюда, видимо, поднимемся, либо спустимся. Так, спрятали. Фрагмент Куба Зора. Три из трех. Так, ну тебе что дать? Только первое. То, что мы не используем. Написано «Кладовая». По факту вроде как столовая. Кладовая. Так, это мы вырубили. Это могли бы сделать какой-нибудь краткий путь. Так, где-то усопы Фрэнки. Где усоп Фрэнки? И правда, они должны быть в подземелье. Ладно, вперед. Так, ну если есть окна такие, и там солнце, походу, значит точно мы не под водой. Башня закона. Подземная тюрьма. Усоп, Фрэнки, где вы? Что-то еще одно сохранение. Ну там, видимо, потом на лифте просто поднимемся, и чтоб нам можно было сохраниться. Прямо там. Так, кто Зора? Зора. Так, фрэнк Куба Чопера. 2.8. Будем драться. Так, а если нам дают 157, мы же можем всегда бить на 150. Здесь 7700 идет, здесь 8900. Здесь будет лучше. Если у нас сейчас будет опять 157, тогда будем всегда вторым бить. Улучшенным. Да, 157. Вернули. Так, и все. 20 боев провели. Корона. HP. HP. Посмотрим, как они выглядят. Корона, корона, корона. Так, 4. 4 ячейки. Так, ну пойдем сюда. Я так понимаю, здесь лучше зазора и играть. Так, а с этим нам больше воевать-то не нужно. Бесполезно. Сколько ни нажимай, ничего не меняется. Нет, с тобой мы драться уже не будем. Ну и бардак тут. Что-то еще хотел сказать. Ищите мужчину с длинным носом и другого мужчину с тройным подбородком? Эф, откуда мне знать этих ребят? Без понятия. Так, что хотел сказать зазора? Так, он интересовался. Может быть заключенные взбунтовались? Или типа того. Не нравится ему нынешний бардак. Здешний. Я больше не могу. Почему все это случилось со мной? Только потому, что я вроде бы напал на офицера из штаба дозора. Скулит. Задумался. Ты свободен. Плейники должны хорошо себя вести. Стражевая собака. Так, тут ничего. Сюрприз. Специально так сделано. По-любому. Не, ну теперь будет еще проще. Если я узнал, что у него восстанавливается ТП всегда. Как раз таки под этот удар. А, понятно. Так, фрагмент Куба Робин. Три из девяти. Ну здесь вариантов тоже у нас немного. Может быть потом мы, конечно, объединение будем прокачивать здесь. Если сюда ни разу не заходили. Ну, скорее всего. Тоже понадобится три Куба, чтобы прокачать до второго уровня. Так, тебя мы будем оббегать. Тем более, ты зачем-то останавливаешься. Так, оттуда мы пришли. Все, ломаем вообще. Вы кто? Что? Свою команду ищите? Ха-ха-ха, даже не думайте. За 800 лет никому еще не удавалось вломиться в NES лобби. Даже если вы найдете своих, вам ни за что не уйти. Эти агенты SR-9 слишком мощные. Так, кто-то бежит сзади. Так, ладно, до того вы вернулись. Сходим сюда. С кем-то все равно придется подраться. Хотя, может сюда они не будут сбегать. Так, а здесь пусто. Плохие у вас решетки. Это называется башня закона. Но суд тут неправедный. А ведь я даже никакого серьезного преступления не совершил. Мировое правительство просто клоуны. Какая несправедливость. Я всего-то один маленький город изжег. Действительно. Надо тебя обратно забаррикадировать. Так, Куб Санджи. Три из пятнадцати, но нам их некуда всовывать. Это нас не заметил. Так, что ты натворил? Тоже просто что-нибудь сжег. Теперь моя жизнь кончена. После того, как перейдешь в мост и войдешь во врата правосудия, пути назад уже нет. Хорошее название. Мост сомнений. Конечно, все преступники сомневаются, надо ли переходить этот мост. Так, бежит, нет. Так, серьезно, пусто. Может, где-то все-таки, может, здесь наверху что-нибудь прячут? Они же могут эко-потолку что-нибудь приклеить. Здесь нет. Сильное энергетическое яблоко. Так, ну с тобой придется. А точнее с вами. Так, всех не убили. Так, сколько дадут? По-моему, когда область освобождаем дает много. Да, 7600. Очень хорошо. Фрагмент куба нами. 3 из 6. Так, отлично. Вот это бы прокачать было бы хорошо. Можно, кстати, прогнуть молнию. Надо было до этого ее прокачивать. У меня циклон бы прокачан. Просто я к ней особо сюда и не заходил. Так, молния сколько будет? Она, на принципе, ненамного. На 180. Вот это хорошо было бы прокачать. Я думаю, потом когда-нибудь мы и прокачаем. Зора, руби. Нет, стой. Это морской камень. Да, он ужасно твердый. Вот вам, пожалуйста, база дозора. Круто, они поработали над безопасностью. Ммм, а что еще за морской камень? Вообще-то это супер твердый минерал, который к тому же нейтрализует действия дьявола. Загадских плодов. Тут еще много загадок, но мы точно знаем, что он излучает ту же энергию, что и море. Мы слабеем от одного прикосновения к нему. Ладно, пойдем-то другим путем. Так, трогай. Трогай все. На этой стене что-то есть. А Чоппер может залезть внутрь. Допустим. Он просто спустится вниз, да? Это место. Да, мы здесь были. Короче, теперь они активны. Короче, кухонный лифт. Я думал, обычный лифт. Да, особо не вглядывался. Так, хорошо. Убегаем. Так, Чоппер. Ого, страшновато. А можно мы вернемся? Пока идем дальше. На этот раз нам не нужны ключи от наручников, так что разделяться не придется. Да, хлопот было много. Мы носились везде как у горелых. Но благодаря этому мне удалось развлечься с очаровательной леди. Значит, для тебя это хорошее воспоминание. А мне-то казалось, что тебя чуть не убили. Башня закона подземное хранилище. Так, новая. В принципе, небольшая карта, но запутанная. Сюда, сюда, наверх. Сейчас разберемся. Так, допустим. Ура, мы внутри. Так, врагуем в кубы нами. Так, это надо забрать. Куба Санджи. Так, Санджи, по-моему, больше не надо. Да, Санджи не надо. Ой, там вентиляция наверху. Так, то есть туда мы не пройдем. Нам, скорее всего, сюда и надо будет. Тогда пока, наверное, спустимся. Или проверить. Ладно, мы, наверное, пока выйдем. Не знаю, секрет это или нет. Либо это единственный нужный проход. А, понятно. Понятно. То есть он нас не пустит. О нет, только не это. Так, мы туда не доберемся. Нужно найти какой-то обходной путь. А что, они все возрасты у них разные, да? Это то же самое, что как будто падают. Ну, да. Хотя нет, по-моему, когда они чуть ли не падают, они немножко по-другому кричат. Мару. Ладно. Выход только там. А, оп. Что это? Что это где? Там где-то была вот зелень. Зелененькое забрать. Параметку бы Усопа. Так, ну Усопа уже точно там 9 штук мы взяли. 100%. Так, конечно, локация чисто под Чопера. О, опять вентиляция. Мы не отсюда. А, мы с соседней пришли. Ранилище. Тут целая куча книг. Так, ну, прыгаем. Погодите-ка, что-то с этой книжкой, с книжной полкой. Сейчас дверь откроется, да? Зора. Допустим. А, это мы этого вырубим. А там проход у нас. Зеленых фрагментов нет. Так, ладно, сначала, наверное, вырубим. Или нет, сначала сохранимся. Подождите, народ, что-то не так с той книжной полкой. Это серьезно. Ну ладно. А, значит, наверное, узнает, как таблички расшифровывать. Что такое, Робин? Что-нибудь случилось? Это книга. На корешке написано «Вафорт». Она очень старая. И верно. Не представляю, как такая старая книга могла уцелеть. Здесь собраны все источники и исторические документы, найденные археологами. Неужели действительно все? Почему правительство не уничтожает книги, в которых оно выглядит плохо? Наверное, так им легче оценить, что известно людям и чем занимаются ученые. Неудобная история. Что говорится в этой книге, Робин? Вроде бы это о происхождении Вафорда. Так тут сказано. Ол. Здесь плохо можно прочитать, но что-то типа Ол. Этер, 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 что-то там. Или Эф. Эферное. Короче, что-то такое. В тот день неожиданное появление острова на окраине Нового Мира было описано исследователем. Свидетели рассказывали о гигантском водяном столбе и мощной приливной волне, захлестнувшей соседние острова. Но сообщения об извержении подводного вулкана или движения тектонических плит не поступало. Многочисленные феномены доказывают, что Вафорд определенно упал с неба. Гигантские древние водоросли, которые растут вокруг Вафорда, поднялись на поверхность после падения в океан значительной массой земли. И почему он упал с неба? Все еще загадка. Если приложить к карте, получится прямо то самое место, где Вафорда. Приложить? Это значит, что Вафорд – это остров, упавший с неба. То есть это загадочный остров? Прозорливость археолога. Благодаря своим познаниям в археологии, Робин может находить древнюю информацию. Переключайтесь на Робин, если она что-то заметит. Добавлена новая цель. Серьезно? Как много всего. Так, хорошо, соберите два блока информации о древнем Вафорде. Награда секрет. Видимо... А, ну награда не видео. Просто какой-то секрет. Так, информация о небесной башне. О божественном дыхании, о жрицах, о мемории, об аласических кубах. О странном месте информации об Эйсе, о Йойса, о Дуэйса. О небесной мелодии, о 12 башнях. Информация о Колосах. Блок информации о Войнах. О синтезаторе, об островных облаках. А, две дипломатические записи. Так, ну хорошо, я правда не знаю где. А, прямо здесь, да? Ой, там что-то есть. Но это нас учат, что она когда говорит, что что-то есть. Значит, надо переключаться на нее. Информация о Йойса. Так, допустим. А дальше как это посмотреть? Доступна награда. Так, Йойса. Получена следующая награда. Йойса. Подвид Эйса. Обладающий высоко развитым интеллектом. Они понимают человеческую речь, но сами говорить по-человечески не умеют. Как и Йойса, они свободно перемещаются между меморией и реальным миром. Так, ну это просто получается, да, блок информации. Я думаю, здесь напишут, чем бить его. Ну, а здесь просто, просто дополнительная информация. Хорошо. Теперь будем бегать, походу, за нее. Ну, ближайшее время точно, потому что сейчас везде будут эти всякие данные. Блоки информации. Что, они подошли сзади? Это смешно. Мы же перекрыли единственный проход. Кажется, он вообще не парится из-за того, что их застали врасплох. Да, у меня больше опыта, чем у всех присутствующих здесь. Я бы опозорил дозор, если бы позволил вам сделать еще хоть один шаг, и я вас останавливаю. Тогда вперед и попробуем. Так, теперь ты с нами. Так, ну мы, наверное, переключим тебя обратно, как у нас было. Чоппер. Так, меняем чоппер сюда. Придется немножко его подвинуть. Так, ну объем, естественно, ей. Там куб, что-то еще было. Сила, по-моему, была. По-моему, силу нам дает постоянно с них. Сейчас, если найдем силу агентов. Где вот это мы тогда брали? Когда-то. Так, сейчас на видео гляну, что мы взяли. Так, другая сила. Сила Комодора Гайда какого-то. А где он есть? Дозорного. Так, а где он есть? Сила Комодора Гайда. Так, вот. ГАЦ плюс 265. Ладно, не надо. То есть эти, получается, важные, которые стоят тут. Так, нам, наверное, нужно... Нам нужно туда. Так, что за этими дверьми? Просто, наверное, короткий путь. Может и нет. Может и да. Так, она здесь будет подниматься. Так, смотрим за нее сначала. Вдруг тут что-то есть. Ничего здесь нет. Так, пролезем здесь. По виду немного горку напоминает. Это как-то пугает. Так, куда мы свалимся? Мы здесь не были? Не, ну мы здесь были. Мы же туда шли. Там проходят... Ну, в принципе, теперь-то можно, наверное, пройти. Здесь сюда, наверное, было нежелательно спускаться. Ладно, не знаю, зачем это было все сделано. По кругу пошли. По идее, мы должны были выйти в главный этот холл. То есть куда-то вот сюда спуститься. Вот здесь бы спокойно прошли. Внизу что-то есть? Я не знаю. Узнаем, если спустимся. Башня закона. Машинное отделение. Так, наверное... Нет, на лифт не похоже. Так, сейчас переведу ГОФТ все-таки. Но, скорее всего, правительство переводится. ГОФТ. Так, быстро. ГОВТ. Правительство. ГОФТ ЧОП. Государственная работа. ГОФТ Школа. Государственная школа. Так, хорошо. Правительство. Так, не подходим пока. Так, это, в принципе, можно... А куда нас перекинуть? Мы же не выбираем никакой уровень. Явно там, где мы уже были, да? Да, в тюрьму. О, из тюрьмы тоже есть лестница. Вряд ли нам понадобится потом обратно куда-то уходить. Тем не менее. Эй, Чоппер, ты уже приготовил то лекарство, которое починит нашего Зора. Пока нет. Но я не сдаюсь. Ребята. Фрагмент Куба Робин. Так, Зора сломают. Прикольно открывает посох Кумадори. Я, кстати, не помню, что... Не, я в идее вроде сундуки пытался открывать. Или нет? Скорее всего, нет. Нет, вроде пробовал. Наверное, руками открывать. Най ломает. Руками. Здесь только забирает вручную. Так, сейчас посмотрим, что за посох. Хотя, может быть, я и не видел, как она открывает сундуки. Как-то для меня эта анимация сейчас впервые такая была. Надо потом всеми посмотреть. Есть еще сундуки? Так, смотрим посох. Что за посох? Может, что-то хорошее. Посох, посох, посох. Посох Кумадори. ХП 731. Да, не очень. Ладно, сохраняемся. Идем дальше. Что это за... Что это за тяжеленная дверь? Потребуется масса усилий, чтобы ее открыть. Ладно, назад я снова использую... Назад. Я снова использую третий гир. Опять? Хочешь сказать, ты ее уже разбивал? Это так похоже на тебя, Луфи. Но на этот раз метод не сработает. Третий гир. Хм. А как это я опять так сделал? Похоже, этой способности у тебя пока нет. Я так и думал. Нам придется отыскать другой способ. Ладно, зайдем с другой стороны. Подожди минутку. Во-первых, перестань думать, как бы ее разбить. Я нашел пиратов с лобной шляпы. Торопливый дозорный. Задавайтесь, вам некуда бежать. Контр-Адмирал Баррикейд. Похоже, сперва придется разобраться с этими ребятами. Начнем. Так, ну бьем молнией. В принципе, только это Контр-Адмирал. Самый такой крутой. И то нет. Так, наверное, что-то дадут от него. Пук Контр-Адмирала Баррикейда. Сила Контр-Адмирала Баррикейда. Так, Сила Контр-Адмирала. Запомнить. Я та. Тридцать девятый. Тридцать девятый. Неплохо. Но даже если вы нас одолеете, вам никуда не попасть без ключа. Без ключа? А, ты про это? Хм. Где-то вы его взяли. В любом случае, вы не знаете, что это ключ от двери, которая ведет в башню закона. О, та ключ от этой двери? Как вы догадались, впечатляет. Но ничего, вы никогда не допрете, что нужны еще два ключа. У этого парня рот не закрывается. И вам уж точно не придет в голову, что один из них спрятан в служебной комнате. Ага-га. А тебе стоило бы держать язык за зубами. Значит, есть еще два ключа. Ладно, всего нам нужно три. Что? Откуда вы это узнали? И кто вы вообще такие? Спасибо тебе большое, что все нам рассказал. Я понял. Дьявольский плод для чтения мыслей. Они меня поймали. Кажется, он просто идиот. А теперь скорее в служебную столовую. Точно. Пошли. Получен ключ от подземного прохода А. Но в целом, ищите ключ от ворот. Он мог сказать, что вы еще не найдете сто ключей. И они бы искали сто ключей. А их было всего лишь три. Хотя они могли бы догадаться, что здесь требуют всего лишь три ключа. Так, хорошо. Так, что мы получили? Силу контр кого-то там. Контр адмирала. Сила контр адмирала баррикейда. ГАДС 257. Не годится. Так, в столовую, но... А можно наверх подняться? Нет, мы оттуда пришли. Это будет самый быстрый путь в столовую. Нет. Вовсе не столовая. Так, но обратно идти не очень-то хочется. Но придется. Столовая же у нас там была дальше. Нет, была внизу. Просто это либо возвращаться там, назад. Либо пробежать здесь. А, вот это, по-моему, столовая как раз-таки. Знаешь, все-таки столовая у нас наверху. Да, надо было просто на выход сюда пойти. Так, ладно. У тебя? Это, наверное, плодовая, про которую нам говорили. Где ты? Ключ. У тебя, да. Пираты, пожалуйста, не убивайте. Мы ничего тебе не сделаем. Можешь ответить на один вопрос? На... на какой? Ты знаешь, где ключ от машинного отделения? А, всего-то. Контр адмирал прячет ключ в камине. Быстро же ты раскололся. А что такого? Нет ничего важнее в моей жизни. Кажется, он этим гордится. Ну, как бы... Морайн. Морской. Говорит, нет ничего важнее в моей жизни. О, нашел. Но тут всего один. Похоже, второй лежит где-то в другом месте. Получен ключ от подземного прохода B. Так, опять к нему же. Эй, а ты не знаешь, где остальные ключи? Вы меня не отпустите? Один из ключей у вице-адмирала. Я думаю, он в темнице. В темнице? А что там делает вице-адмирал? Думаю, надо его поискать. Может, пленники в темнице что-то знают? Надо у них спросить. Так, хорошо. Так, ты что-то еще хочешь сказать? Один из ключей у вице-адмирала, я думаю, он в темнице. То же самое. Так, ну так мы попадаем в темницу. Теперь понятно, для чего эти лифты. Эти не нападают, долго думают. Так, может быть, за тебя побегать? Где же теперь тоже можем что-нибудь найти? У собаки? Гав-гав. Меня зовут вице-адмирал, я стражу ключи. Чоппер. Ой, у него ключ на ошейнике. Похоже, это и есть вице-адмирал. Что, ключ хотите, но вы не получите его вот так, запросто. Какой милый стражевой пес. Пуф, не стоит меня недооценивать только потому, что я щенок. Ух ты, какая красотка. Эта реакция мне кого-то напоминает. Мистер щеночек, можно нам взять этот ключ? Не могу сказать нет. Даме, вот, бери все, что хочешь. Получен ключ от подземного прохода Си. Только один. Спасибо тебе, миленький щеночек. Моя Робин, позволь мне тоже быть твоим щеночком. Ну хватит, пошли уже. Откройте ворота и двигайтесь дальше. Так, ну ей это напоминает реснички, я так понимаю. Гав-гав, скулит. Так, нет, с тобой не будем драться. Так, а где-то в одной из камер, может быть, что-то и будет лежать. Так, на вскидку посмотрим, лево-вправо. В принципе, фиолетовое что-нибудь увидим. Но пока ничего нет. Так, теперь отсюда. А, нам не сюда. Нам же не сюда. Нам же не сюда. Так, а куда нам? По-моему, он в той дальней. Здесь направо. Да, вот этот лифт. У меня просто на карте не отмечено. Так, хорошо вернулись. Теперь мы можем сохраниться, чтобы потом опять не бегать. Вдруг игра вылетит. Но игра еще, кстати, ни разу не вылетала. Электричество, благо, тоже ни разу не выключено. Итак, она открылась. Значит, усопы Френки там? Да, мы их не видели, так что должны быть там. Сатте. Пока здесь есть что-нибудь? Нету. Башня закона, подземный проход. Так, за дверьми ничего нет. Любители прятать фрагменты. Неужели опять долгий путь? Ну, по крайней мере, сейчас я не тащу на себе усопа. Теперь Кокуро, Кокуро и Чимни здесь нет. Они нам не помогут, если начнется наводнение. Дрожит. Вот это я точно не хочу вспоминать. О, как раз вовремя. Я что, у врага? Здесь кто-то есть. Да, я помню эту жажду крови. Так, обратно. Серьезно, можно обратно? Нам туда не надо. Я думаю, не пойдут. Так, Кокуро. Будем драться с Кокуро. Ох, ну и заварушка. Давление ужасное. Что же нам делать? Полагаю, мне придется забрать ваши головы и списать этот просчет. О чем это ты говоришь? Что такого смешного? Не, ну а че ну, жираф и жираф че? Не тот, конечно, соблизут. Я покажу вам мое возрождение. Да чего же он смешной? Ты! Я покажу тебе дикую силу жирафа. Я вас расплющу. Так, ладно. Естественно, начинаем мы с того же, с чего мы обычно и начинаем. Но, может быть, сейчас треснет хорошенько. На ней, 400. Слабенько. Так, связь у нас не получится, да? К сожалению. У СОПа нету. Так, будем бить тогда. Как бы нас всех, всех бы, раз, раскидать бы. Будем бить по очереди. Так, надо бить, бить вот этого. Так, теперь. Так, ну, можно, в принципе, что-то вот из этого ударить, чтобы второй гир получить. Только по вот этому. Так, этот этого вряд ли уберет. Но кто его знает. Все-таки. 6500. Так, убрал. Хорошо. Я даже ускорение отключил. Так, ладно, добиваем. Что мы добиваем? Резиновая пуля. В принципе, не такой уж не сильный. Вам понадобится Зора. Неожиданно. Так, ладно, добиваем Зора. У него минус идет. Так, 6900, 7200. Берем что-нибудь самое мощное. 7700. Асура, Серебряный Туман. Кстати, мы же тогда получили какие-то вот эти вот новые. И мы их не посмотрели даже. Я про них совсем забыл. По-моему, у кого-то тоже что-то есть. Так, ладно. Убираем ускорение. Так, Асура, Серебряный Туман. Это мы не видели. 7700. Атака юнита. Ближняя навык. Мощно рассекающий удар, вызывающий у цели ведения Асуры. Вызывает у противника кровотечение. Отпробуем. Аура демона. Стиль. 9 мечей. Серебряный Туман. Так, ну неплохо. Так, это будет тогда что-то делать. Наверное, просто используем лечение на всех. Так, этот, собственно, будет просто, наверное, а лечить-то уже никого. Можно исцеление. Нет. Лечение не годится. Так, ну пускай будет усиление монстра. Штормовой пинок. Так, я тогда быстренько сейчас схожу, посмотрю вообще у кого какие были умения. Новые, какие нам дали. Так, а в принципе, только у этого и были два новых умения. То есть это Асура ему дали. И ультра-ловушка тигра. На всех. Хотя я как-то не замечал ее. Я до сих пор думал, что у меня только вот эти две. 6900. А здесь у нас 7200. В принципе, не критично. Так, ну мы посмотрим ультра-ловушку. Мощный удар сверху вниз в технике ловушка тигра. Вызывает у противника кровотечение. Как раз кем мы его добьем. Так, без ускорения. Каку терпит поражение. Так, бонус на экспи. Должны просто увеличить в два раза. Ну да. Сила Каку. Голова так высоко, голова что-то там. 3939. Ты что делаешь, Каку? С чужаками уже разобрался? Каку? Каку? Что случилось? Ответь мне. Спанда. Ты еще кто такой? А кто спрашивает? На самом деле мне плевать, кто ты такой. Просто верни моих друзей. Ты кто? Ты не может быть. Ты, Луфи, соломенная шляпа, верно ведь? А ну отвечай, соломенная шляпа. Проклятие. Это что ж такое? Как это пираты забрались так далеко? Эй, внимание всем постам. CP9. То есть это CP9. Я CR всегда говорю. CP9. Чем вы там занимаетесь, болваны? Тут пират. Кто-нибудь идет? Заходите. А ну быстро сюда. Хм. А золотой? Эй, 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 нет, маленький улиткофон здесь. Такой кошмар, я облажался. Подумай только, я использовал золотой улиткофон. И из всех вариантов я запросил именно вызов пяти. КАКЕ ЧИВАТТААААААА... Продолжение следует...